Доброй ночи, ребята! 23.00! 23.00 на часах, пятница вечер, когда все нормальные люди отдыхают, а мы работаем, значит, в эфире на канале НЛО «Лемпеншоу». Аплодисменты! Ребята, вышел седьмой айфон. Седьмой айфон — новая эпоха. Новая эпоха без дырочки для наушников. Создатели утверждают, что новый айфон в два раза быстрее, чем прошлый, но не договариваются, что он в два раза быстрее, чем прошлый, не только работает, но и ломается. В два раза быстрее падает, случайно выпав из кармана унитаз. И можете мне поверить, я ни капельки не сомневаюсь в том, что вот этот вот шнурочек на зарядке, знаете, возле штекера тоже будет перетираться в два раза быстрее. Но ничего не поделаешь. Айфон, на самом деле, это же как женщина. Знаете, вот ты берешь его новый, купил и радуешься. Он новый такой, красивый, прекрасный, ты балуешься с ним, балуешься, балуешься. А потом начинаются подводные камни, потом начинаются проблемы, потом ему что-то не нравится, он начинает подтормаживать, он начинает виснуть. И ты понимаешь, что в принципе, в принципе, это то же самое. Но особо-то верить в это не хочется, и ты по-прежнему себя как-то уверяешь в том, что ну нет, он же все-таки новый, он же все-таки хороший, он прогрессивный. И к шестому айфону мне возвращаться не хочется, конечно же, к старому. И друзья говорят, ну как там твой седьмой айфон? А ты говоришь, ой, отлично, отлично, прекрасно, прекрасно мой седьмой айфон. Идешь в магазин, покупаешь ему новый чехол, новую одежку в надежде на то, что действительно все прекрасно. Но нет, не прекрасно. И что еще меня очень удивляет, друзья мои, и что меня, в принципе, расстраивает, что айфон-то седьмой, а год 2016, а новый год-то каждый год и айфон каждый год. И почему бы не совместить? Можно, например, все перечеркнуть и сделать новый седьмой год от Рождества айфона, например. Или уже давайте называть айфоны там, айфон 2016, или вот в новый год там выпустили бы айфон 2017. Совместим два отличных праздника, и будем отмечать праздник двойной. Так, с айфонами завязали, далее у нас гость в люмпин-шоу, полетели. В гостях сегодня у нас, кто бы вы думали, Андрей Джиджула. Андрей, здравствуйте. Вася, выходи, ну что я тебя жду? Так, друзья, я вам должен кое-что объяснить. Дело в том, что Андрей Джиджула не пришел к нам на прямой эфир, не пришел. И мы специально за кулисами спрятали Васю, который должен был выйти, как Андрей Джиджула. Но Вася настолько умный, что он растерялся. И когда услышал Андрей Джиджула, он действительно подумал, что Андрей Джиджула пришел, и ему уже не нужно выходить. Вася, выходи, пожалуйста. До тебя действительно не дошло, что Андрей Джиджула, когда я сказал, должен был уйти ты. Нет, он не пришел. Так, друзья, значит, Андрей Джиджула не пришел. Не пришел тот самый известный шоумен, которого помню только люди моего возраста и старше. Не пришел человек, которому мы, в принципе, дали шанс напомнить о себе. Спасибо большое, Андрей, за то, что попытались сорвать нам прямой эфир. У вас ничего не вышло. У нас ведь всегда есть кто. У вас цель кручать. Самый сексуальный журналист в Украине. Вася, у тебя есть айфон? Есть. Сколько у тебя вообще было айфонов? Два. Всего было два айфона. Да. Да, и как ты с ними расставался? Я маме отдавал. Маме отдавал. А скажи мне еще, пожалуйста, вот ты пробовал когда-нибудь знакомиться с айфоном, ну, на улице? Нет. Нет? Нет. Ты не понял мою ассоциацию о том, что айфоны как бывшие женщины и, в принципе, как женщины? Я знаю, что девчатам притоманно знакомиться с айфонами. Чем новейшая модель, тем не идут нас. В общем, друзья, я думаю, что Василий, который уже практически год в «Люмпеншоу» ведет одну из рубрик, заслужил целый час программы «Люмпеншоу». Поэтому мы идем на диванчик. И сегодня, Вася, это твой эфир. С днем рождения! С новой айфону! Итак, друзья, Вася, обычно сюда ставят чашку только для одного человека. И этот человек я. А сегодня чашки две. Сегодня у наших зрителей есть возможность познакомиться с Василием гораздо ближе, чем они с ним знакомы. Так-то ты кто? Злой человек, который постоянно... Паша, я хочу подяку, это Андрею Джиджуле, что он пришел. Моя не заоральный шанс. Прекрасная возможность. Кстати, смотрите, если сейчас неожиданно придет Андрей Джиджула, Вася все-таки уйдет. Вася все-таки уйдет. А вы ему не говорите, что я сказал, что он шоумен, которого помнят только пожилые люди, и которому мы дали возможность напомнить о себе. Ладно. А то он придет и сразу уйдет. Итак, Вася, давай поговорим с тобой о новостях, которые, собственно, были в средствах массовой информации в нашей прекрасной стране, о том, что случилось в нашем замечательном государстве. Хочу тебя расстроить. С самого начала, да? Ты знаешь Козловского, Виталия? Это друг Джиджула? Нет, Виталий Козловский, кстати, вполне возможно, что он друг Джиджула. Я, наверное, не знаю, какие у него зарпись. Виталий Козловский, это известный исполнитель разных песен, ни одной из которых я тоже не помню. Они, кстати, чем-то похожи. Не, реально не помятаю. Значит так, Виталий Козловский, он был проектом ведущего программы, которая называлась «Королки на Майдане». Помнишь, да? Игоря, как его звали? Кондратюк. Кондратюк, молодец. Звали Игорь, а фамилия Кондратюк. Значит, пел он эти песни, пел. Вот, даже есть фотографии. Видишь, Вася, где они вдвоем, как мы с тобой только что на выходе. Он пел, они дружили, дарили друг другу цветы. И в какой-то момент Виталий Козловский сказал, все, хочу сольную карьеру. Хочу сольную карьеру. И ушел от Игоря Кондратюка. Ну, мы антаж-то думки облылили. Игорь Кондратюк расстроился, сказал, как же так? И запретил Виталию Козловскому исполнять песни, которые были для него написаны в период их сотрудничества. Так получается, ты у меня паспорт забрал для того, чтобы я от тебя не пишу? Так вот, Вася, так вот. Мне, как, есть такая фирменная фраза, я всегда думал, что говорить ее, это большая пошлость. Большая пошлость в эфире. Но режиссеры подсказывают мне, что у нас есть даже видео истории Кондратюка и, собственно, Виталия Козловского. Можем посмотреть? Да, да. Музыки. Давай посмотрим музыку, Вася, раз ты не знаешь, что это за музыка, послушайте. Дайте, Вася, послушать клип какой-то. Одно на всех сияние Мне достаточно, чтоб жить Я готов быть одним Одно на всех сияние Не согреет меня в толпе Но и ты Не подаришь тепла Мне Я, честно говоря, даже не знаю, нарушили мы сейчас чьи-то авторские права или нет. Но, смотри, если мы нарушили сейчас авторские права Игоря Кондратюка, который передал эти права на песни Виталия Козловского фирме, которая называется УМИК, Украинская музыкальная издательская группа. Значит, передали им права, запретили Козловскому петь. Впаяли ему штраф в полмиллиона гривен. И когда он продолжал петь, значит, суд запретил Виталию Козловскому выезжать из Украины в течение 83 лет. И правильно, потому что Ирша, Дима и Билана может быть и Виталий Козловский. Так что правильно, Вася, возникает вопрос. Таня Микитенко, главный редактор сайта «Рагули», задалась этим вопросом и очень правильным, я его считаю. Кого наказали больше? Козловского или Украину, из которой он не выйдет? Который, он будет петь вот эти замечательные песни. Я хочу обратиться к Игорю Кондратюку. Игорь, вы замечательный продюсер, великий человек, который сделал в этой стране одни из лучших телевизионных проектов. Вы человек, который, в принципе, запускали развлекательное телевидение в Украине. Пожалуйста, отпустите его, пусть уедет. Давайте сделаем наконец-то что-то хорошее на самом деле, какую-нибудь прекрасную музыку, какие-нибудь прекрасные песни. Согласен, Вася? Петре мой. И я обещаю, что я отдам тебе твой паспорт. А, кстати, скажи, что ты слушаешь? Мы же с тобой сейчас ведем этот эфир, в том числе и для того, чтобы с тобой познакомиться поближе. Какую музыку ты слушаешь? Я ее практически не слухаю. Я вот знал, что он так ответил. Серьезно. Не, ну, серьезно, ну, колись захопливался Кеном Эльзы, а теперь, ну, уже переелся, реально уже по псову так стало. Прости, ты увлекался океаном Эльзы прям? Ну, так, связь с Славом Вакурчуком, чьяки там. Да, мне подобалось. Честно говоря, ты больше похож на человека, которому нравится шансон. Чего в области? Ну, у тебя преступный вид такой. Немножко. Хорошо. И еще раз напомню, друзья, что благодаря Андрею Джиджуле, если кто-то помнит такого шоумена в этой стране, который не пришел к нам сегодня на эфир, Василий Кручак занял его место, и мы сегодня общаемся с Василием Кручаком, ведущим рубрики «Золотой батон» в «Люмпеншоу» и одним из самых, самых грозных журналистов Украины, который снял уже ни одного прокурора, наказал ни одного депутата, всех вывел на чистую воду. Давай что-нибудь из личной жизни, Вася. Я сейчас хочу перейти к правительству блогеров, вообще, к моей рубрике, но это как-то не очень красиво, пока ты что-нибудь не расскажешь о себе. Как давно ты в Киеве? Вообще, где ты родился, Вася? Родился там в Ивано-Франківской области, но все свое сведомое детенство я провел в городе Коломи, Ивано-Франківской области. А, Коломи – это город даже, да? Да, Вова, Коломи – это город. Я, честно говоря, думал всегда, что Коломи – это как Волынь, это название региона, честно, прости, пожалуйста. Нет, это Ивано-Франківская область, еще иначе называют Прикарпаття. Все, ты родился в Коломи, учился в школе. Номер три. Номер три. Коломийская средняя школа номер три. Сколько их всего там? Вот я хочу, кстати, сказать, что благодаря Василию Крукчаку сегодня вся страна узнает подробности о Коломи, в принципе, о том, что есть такой город замечательный. Я вот узнал, что город есть. Десять школ там. Десять школ. Большой город. Ну, так. И после школы ты пошел в ПТУ. Не-не, университет закинчивал я. Все-таки университет. Я не буду спрашивать, какой. Почему? Хорошо. Какой, Вася? Лицкий Державный Университет Внутрищих Справ. Внутренних дел. Так. Так ты, Вася... Мус... О, свита, правознавство. Угу. Правознавство. Хорошо. Ладно, давайте все-таки выйдем в рубрику «Правительство блогеров». Окей. На секундочку так. Выйдем. Поговорим там с тобой, не выходя отсюда. И зайдем назад. Будем общаться о новостях и обо всем остальном. Правительство блогеров в «Люмпеншоу», друзья, через секундочку. Так, сегодня начнем с вывихнутой шеи депутата от «Самопомощи». Если кто-то не помнит, то депутаты... Вернее, в принципе, «Самопомощь» — это такая партия, организованная мэром города Львов. Садовым, да? Да. Значит, партия должна быть неким таким глотком свежего воздуха. «Волной прохладного океана». Но! Закончилось все тем, что эта волна прохладного океана осела в ямках на берегу, протухла и начала не самым приятным образом пахнуть. Поэтому «Самопомощь» сейчас по большей части молчит. У них там было несколько неприятных историй. Молчит, самовывихивает шею себе вот так вот и рекламирует украинские исторические достопримечательности, используя их, кстати, как фонд для собственных портретов. Значит, Анна Романова, а то я так долго говорю, а вы не понимаете, о чем. Анна Романова — это депутат от «Самопомощи», продвигает украинский внутренний туризм. Значит, рассказала о дворце в Качановке. Дворец, видимо, настолько конченый, прямо скажем, что не может обойтись без депутата с собакой на переднем плане. Она как бы прикрывает с собой трещины и прочие недостатки образца зодчества XVIII века. Значит, Гоголь, Глинка, Репин, Тарас Шевченко посещали этот замок. И, конечно же, конечно же депутат Анна тоже посетила и сфотографировалась на мебели производства Черниговской мебельной фабрики. Чуть-чуть истории, чуть-чуть рекламы, чуть-чуть пиара, чуть-чуть красоты, конечно, никуда не денешься, чуть-чуть шеи и совсем немножко вывиха. Как ты вообще, Вася, относишься к женщинам-депутатам? Скажи, пожалуйста. Я позитивно отношусь к женщинам-депутатам. Вони веселые, с ними можно пожертвовать, поговорить. Я просто знаю, что ты не очень любишь мужчин-депутатов. Это, в принципе, вся страна знает. Это правда. Это реально правда. А бывало такое, что ты доставал женщин? Бывало. Бывало? Бывало. И не стыдно потом было? Мама не говорила, не звонила, говорила, Вася, боже, это же девчина, я же тебя учил начепать девчат. Не, не стыдно. Потому что наш депутат, она тоже понимает, куда она шла. Расскажи какую-нибудь историю. Ой, самая такая… Это самая классная. Расскажи какую-нибудь историю. Я обычно на таких моментах висну. Не, ну, самая казусная и, может, найпохабная с моей стороны история – это Таня Черновол. Вона как-то прийшла в Верховную Раду, одягнута в платье зображением коників. Вот. Вот. Я подошел до нее и говорю, Тетяна, а что случилось? Что вы такие хорошие сегодня пришли? И что это символизирует эти коники? А вона говорит, ну, ты понимаете, мы проголосовали, чтобы затримали другого депутата, Онищенко. А всем ей известный – он любитель коней. Вот. Я говорю, а, понятно. А вы не обурюйтесь на то, что люди говорят, что у вас такая самая посмешка, как в кониках. Вот. Какой ужас. Да. Я же вижу, что ей было неприятно. Я понимаю, что это, возможно, не хорошо. Но это правда. Понятно. Вот. Так что, понятно. Нету для комментариев по этому поводу, кроме одного. Друзья, если вдруг кто-то любит шоумена Андрея Джи-Джу, то есть все-таки люди такие сейчас перед экранами, дождитесь его. Вот пришло мне сообщение, что Андрей проспал, но едет мчиться через пробки в 23.00 в Киеве, в 23.15 уже пробки. Он мчится сейчас к нам в студию, чтобы занять место этого человека, поведение которого вызывает возмущение у всех народных депутатов. Так. Про... Сама помощь закончили. Давайте про Антона Гераченко. Это народный депутат и человек, который претендует на звание маршал Петросян, на военное звание. Значит, все мы помним прекрасную историю, которая случилась в Николаеве на прошлой неделе. Там два парня, назовем их так, два мужчины, вели себя очень неправильно. Это тоже мягко сказано. Очень по-конченому себя они вели, два мажора, кидались на людей, лезли в драку, рассказывали, кто они, да ты знаешь, кто я, да что с тобой будет и все остальное. Вот. Так вот. Задержали этих ребят буквально через два дня. Задержали этих ребят. Был суд. Им определили домашний арест. И Антон Гераченко написал в своем фейсбуке по этому поводу. Задержали мажоров из Николаева и надели на них намордники. Ахахаха. Извините, не намордники, а браслеты для домашнего ареста. Ха-ха-ха. Но, слушайте, на самом деле там же вели себя плохо не только эти ребята. Вели себя отвратительные полицейские, которые позволили сделать из них дураков, чучел и просто лохов. Вот почему Гераченко не шутит, собственно, над людьми из ведомства, которое имеет к нему какое-то отношение. Он же советик, министр внутренних дел. Ну вот. Значит, можно было бы написать что-нибудь. Ахаха. Надели, значит, ошейники. Ой, извините, браслеты. И о-хо-хо, очень жаль, что наши лохи, извините, полицейские, не смогли это сделать не через два дня сразу же. Да? Было бы честнее. Ну, это было бы справедливо. Вот я, честно тебе скажу, когда прочитал в Твиттере вот это ахаха, траля-ля, я написал Гераченко ответ. А вы свинарника пишите? Ахаха. Вот не смог сдержаться, честно. Нет, так правильно. Ну, реально. А вот ты сталкивался же с Антоном Гераченко. У нас, наверное, сегодня самая длинная рубрика правительства блогеров в истории «Люмпеншоу». Благодаря, я напоминаю, кому? Андрею Джиджули. Я хочу, чтобы аудитория сказала, давайте скажем. Друзья, благодаря кому у нас сегодня самая длинная рубрика? Сергею Джиджули. Сергею Джиджули. Видите, Сергей, молодежь вас помнит. Его зовут Андрей. Будет Сергей Джиджули. Хорошо. Так что, как у тебя мнение о Гераченко? Какое оно? Ну, в меру того, сколько мне доводилось с ним спілкувати, склалось такое вражение, что он не дурный, это точно. Хитрый. Главное, не назовешь жилисом, да? Хитрый. Ну, не знаю. Хитер-бобер. Хитер-бобер. Да. Ну, иди на контакт, ему сложно это делать, он переживает, перед тем, как я подхожу до него и задаю запитание. Мы все переживают. Вася, когда-то... Но он, ну, не тякает. Я вижу переживания, но он так... Держит себя в руках. Такой, давай. На взрыв. За своему респект. Понятно. Ну, ладно, закончим с Антоном Гераченко, который шутит только там, где ему выгодно, а порядочные люди, как мы знаем, шутят и там, где не выгодно, да, показывая свои недостатки. Так, Борис Колесников, друзья. Борис Колесников, бывший вице-премьер, нынешний премьер теневого кабинета министров, да, теневой называется, кабинет министров Украины. И, кажется, народный депутат. Вот хоть убейте, я честно вам скажу, я не знаю, он народный депутат сейчас или нет. Он народный депутат. Ты его видел там вообще в Верховном Совете? Ну, ладно. Ну, пускай останется загадкой эта история. Значит, Борис Колесников, которого не было слышно, не видно, там, чуть ли не три-четыре месяца, да, ну, разве что летом он только в своем фейсбуке писал периодически истории о своем фонде. В нашем фонде случилось то, в нашем фонде случилось это, да, там, ну, это так было реденько. Так вот он появился, причем появился не просто, а он написал сразу 10 постов про хоккей. Вот я не шучу, 10 постов про хоккей. Между этими десятью постами он всунул пост с видеоклипом Pink Floyd. И вот в чем история? Значит, хоккей, 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 Pink Floyd, хоккей, 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 и потом следующий пост. Все это неправильно, что нашу Мрию продают китайцам. Откуда ты взялся вообще? Как ты об этом узнал? Ты же смотрел хоккей. Возмутила Бориса Колесникова продажа франшизы на производство Мрии. Значит, сказал он, что это не гамбургеры, не гамбургеры, это не булки с котлетами, вернее, это не Макдональдс, и Мрия не булки с котлетами, чтобы продавать франшизы. Я хочу напомнить Борису Колесникову и всем остальным, что благодаря франшизе булки с котлетами, то есть гамбургеры, едят не только американцы на одном континенте, но и мы здесь. Студенты, которые хотят поесть, и, в принципе, все люди, которые в субботу в обед после бурной пятницы хотят хоть как-то сняться и забыть все эти жуткие истории, которые происходили ближе к утру. Но я не настолько силен в самолетостроении. На что обратил внимание? Сейчас я вам скажу. В конце поста Бориса Колесникова, в конце текста, была замечательная фраза. «Передадим технологии, потеряем все». Вот она написана, вы ее видите. И вот это «потеряем все» звучит не как какое-то обвинение, а как предвыборный лозунг. «Передадим технологии, потеряем все!» Оппозиционный блок, голосуйте за нас! Вот так. Ну, правда же я говорю? А как вообще себя ведут сейчас, Вася, депутаты оппозиционного блока в Верховной Раде? Ну, как на меня, они себя ведут очень-очень тихо. Ну реально тихо. И в какой-то мере это им в плюс пойдет. Они настревают какие-то там разные интриги, намагаются настревать. И в конце результате, когда идут до выборов, то они будут выглядеть на фоне этого всего достаточно непогано. Ну, это моя думка. Думаешь, будет реванш у них? Ну, реванш на реванш, но спроба, как такого реваншу, возможно, будет. Ну вот и посмотрим тогда, если будет реванш. Борис Колесников продаст еще одну франшизу или заберет ту, которую уже продали. Так, ну конечно же, не могли мы обойти в правительстве блогеров и тему Сергея Лещенко, народного депутата, который попался, ну я не знаю почему попался, ну ладно, попался на покупке квартиры. Там непонятно уже, кто эту квартиру покупал, потому что я даже, в принципе, не хочу обсуждать саму покупку квартиры, пускай это обсуждают уже какие-то другие люди, да, мне здесь интересно другое. То есть, Сергей Лещенко, когда его обвинили в этой квартире, в покупке, как обвинили в квартире, я вот говорю и сам не верю в эту историю. Сергей Лещенко, обвиненный в покупке квартиры, начал всем рассказывать, что он взял деньги у одной женщины, ему добавила потом деньги вторая женщина. И что же могло произойти после всего этого? Конечно, к нему в комментарии пришла третья женщина, Мирослава Гангадзе, которая сказала, слушайте, вы там в украинской правде так много зарабатываете, даете друг другу в долг, причем зарабатываете на имени моего мужа Георгия Гангадзе, может вы мне дадите в долг, я там потрачу детям на обучение. И Сережа Лещенко, извините, Сергей Лещенко, народный депутат, он же не мальчик, чтобы я его Сережа называл. Сергей Лещенко заткнулся, сразу, моментально закрыл рот, но тут на сцене появилась девушка Сергея Лещенко, которая ему давала деньги. Вслед за девушкой Сергея Лещенко появился муж официальной этой девушки. Это какая-то чудовищная история. Потом, слушайте, потом появился Борис Филатов, мэр Днепропетровска, который сказал, что, мол, ага, наверное, Сережа взял деньги у Мастафы на Ема в долг и теперь обязан на нем жениться. Тра-ля-ля-ля. Значит, Борису Филатову пришел в комментарии Мастафа на Ем, который сказал, знаешь что, Боря, ты лучше закрой свой рот, иначе тебе придется на Лешко жениться, которого ты, значит, с которым ты сейчас за сос целуешься, а раньше называл. Я не могу сказать слух это слово, потому что прямой эфир, сами понимаете. Нам нельзя тут такие слова говорить, хотя очень хочется. Вот. А знаете, Борис Филатов ему что ответил? Лешко хоть и... Но зато свой и никогда не притворялся. А вы там все притворялись. Короче, слушайте, такая Санта-Барбара в Киеве образовалась, чтобы мне, как в сказке, ни словом сказать, ни пером написать. И я вот смотрю на все это, и даже если Лещенко действительно честно ее купил квартиру эту уже, вот, ну, осадочек-то останется по-любому. Однозначно. Ты его видел в Верховном Совете Украины? А Борис Филатов уже не является депутатом Верховной. А при чем здесь Борис Филатов? Сергей Лещенко. Он только один день был в Верховной Раде. Купа журналистов его обошли. И он там рассказывал какие-то страшные истории, что у него декларация, что неправильно запон, там есть шекость, ну, истории. У вас просто есть сегодня на золотой батон как раз история про то, что сказал Борис Филатов. Так вот. Но мы ее посмотрим попозже, потому что у нас осталось совсем немного времени до рекламы. И рубрика, несмотря на то, что ты сегодня, Адрин Джиджула, рубрика «Золотой батон» все-таки должна выйти с Василием Кручаком. Поэтому к этому вопросу мы вернемся. А сейчас последняя, последняя новость из правительства блогеров, из рубрики «Правительство блогеров». Значит, Борислав Береза, друзья, Борислав Береза, народный депутат, заявил о том, что все это вранье, что в Верховном Совете Украины очень дешевая еда. Там все как везде продают, значит, и цены как везде, и как в ресторанах, и доказательство этого он выложил меню этого самого кабака Верховной Раде, где кормят. И, знаете, я посмотрел, действительно, цены такие же чудовищные, как везде. Например, о чем сказать, судите сами. Печенка, печень, тушеная в соусе. Ну, ребята, 23 гривны за порцию. 23 гривны. Шашлык из курятины. Угадайте, сколько? 30 гривен. Целый евро стоит шашлык из курятины в Верховном Совете Украины. Так, дальше, что у нас там? Салат из свежих овощей. 25 центов американских стоит. То есть 10 гривен. А нет, это не 25, а 40 центов. Соврал. Котлеты и свинины, страшно подумать, за 21 гривну. За 21 гривну, ребята, порция котлеты и свинины. Я так подозреваю, что мамы своих детей во время завтрака, перед тем, как отправить в школу, кормят дороже, честно говоря, чем кормят депутата в Верховном Совете. И хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что это кормят не деток, не атошников, не пенсионеров и не инвалидов. Это кормят самых не худых парней в этой стране. 450 человек, которых мы видим каждый день. Ты есть вообще в столовой Верховной Раде у вас? Честно. Вкусно? Не очень. Мне не очень понравилось. Про цены я не соврал. Я не могу сказать, что это именно правдивые цены, но честно. Я бы сказал, что они немного дороже, чем то, что Борис Береза написал. А как так получается, что Борис… Ну, вот он сделал фотографию какого-то там меню. Я не вижу такого меню ни разу. Ну, то есть, нет там меню. И там ситуация, когда ты замовляешь, выбивают чек, и назву страв не пишут. Там написано, что «инша страва, столько, столько». И я думаю, что Береза просто вырешивает себя увагу. Я, Вася, скажу тебе, что ты не прав. Почему? Не прав. И мы сейчас уйдем на рекламу. После этого я тебе докажу, что ты не прав, потому что у меня есть цены и на другие продукты. На этой неделе с 1 сентября в столовой Верховной Раде не только снизились цены на 10%, но и появились деликатесы. Например, тигровые креветки. Об этом после рекламы. Ребята, ребята, «Люмпеншоу» на канале НЛО в ночном эфире в пятницу, когда все отдыхают, мы работаем. Мы и Василий Кручак, который сегодня в нашей студии вместо Андрея Джигжула, который обещал прийти, который не пришел. Человек, которому мы дали шанс появиться на одном из самых популярных киевских телеканалов, украинских телеканалов. 14 миллионов зрителей, да, ждали его. Мог бы прийти и наконец-то напомнить о себе. Сидишь там в своем радио, да, Вась? Мама, это ты? Никогда не думал, мои мамы такие шершавые руки. Что ты там обо мне говорил уже оборота, а? Присаживайтесь, пожалуйста, Андрей. Добрый вечер. Боже, какое неожиданное появление! Мехал! Я даже не знал, я даже не знал, что там за углом кто-то прячется. Я так понимаю, у меня теперь новый клон есть, да? У тебя кликуха? Да. Ну просто кликуха и так себе, я скажу. Просто до этого была Джейсон Стэттом, а теперь там какой-то... Вот, кстати, это не шутка, у нас же подпольное прозвище Василия Василь Дизельчук. Чак. Дизельчак. Дизельчак, да. Треххиксовый? Ну да. Забыли красный квадратик поставить в уголочке в экране? Вы, Андрей, пожалуйста, не пытайтесь. Сына Рока Сиправии. Вы дневник принесли, давайте я запишу вам опоздание. Пиши. Гоняй меня в долги. Как у вас дела, скажите? Дела хорошо. Мы вообще должны... Нет, как говорится, один мой хороший друг, почему знакомый хотел сказать. Говорит, мой друг, я когда спрашиваю, как у тебя дела, говорит, ты знаешь, и когда я начинаю что-то пытаться жаловаться, он говорит, ты знаешь, когда ты идешь вечером в какой-то ночной клуб в этой стране, отдыхаешь, кушаешь в хорошем ресторане, знаешь, что где-то там стреляют, где-то кто-то сидит в окопе, кому-то ногу отрывает, то чувак, просто стыдно перед Богом сказать, что у тебя плохо дело. У меня отлично, значит. Понятно. Я расстроен, Андрей. Вы принесли мне какой-нибудь подарочек, чтобы меня как-то... Сейчас, остается... Катя, сама длинная. Так, трах-ти-би-дох. Ко мне подошел Джиджула, взял меня за бороду и сказал трах-ти-би-дох. Я не знаю, честно говоря, как это расценивать. Мы вообще разговариваем в этой программе... Ты самым главным трах-ти-би-дохером страны разговаривал, что ты хочешь? Вот. Возвращаясь к седьмому айфону. Андрей, расстроены ли вы тем, что в седьмом айфоне нет дырочки? Вот смотри. Ну, раз вы в главный трах-ти-би-дох-тер. Смотри, вот это шестой айфон. Когда он падает, вот до этого был четвертый, пятый, сколько раз бы он у меня не падал, всегда целенькое стекло было. Дальше, чем они становятся тоньше, тем они становятся больше. Мне такое ощущение, это дело специально. Друзья, вы помните, с чего начиналась наша программа? С того, что седьмой айфон в два раза быстрее, чем шестой, ломается. В два раза быстрее выскальзывает из рук. В два раза быстрее ломается заряд. Даже шутка есть, знаешь, когда садишься в машину и слышишь характерный хруст и надеешься, что это позвоночники разошлись, а не седьмой айфон. Сколько в вашей жизни было айфонов у вас вообще? В моей жизни? Вы же самый известный трах-тебе доктор. Это со всеми, которые я купил родственниками? Нет, значит, история такая. У меня был ряд вопросов, Андрей. Во-первых, сколько в вашей жизни было айфонов? Во-вторых, как лучше знакомиться с айфоном на улице? Я понял, понял. И как знакомиться с айфоном, не выходя из автомобиля, при том, что... Какое положение лучше прикладывать айфон к уху? Я правильно понимаю? Не только к уху. Его можно приложить вот так. Вот так. Для особых знатоков. Он открывается не просто пальцем. А реально? Открывается языком. Ты представляешь? Языком открывается айфон. Ты не знал, что ли? Нет. Да я свой. Смотрите. Ух ты. И даже водится кот. Класс. Не знал. Не, ну я лизал пару раз экран. Айфоны. Айфоны. Просто видел фотографию красивой женщины. Как вы относитесь к политике, Андрей? Я к ней не отношусь. Пока, наверное. У вас есть свое мнение относительно политических процессов? Или вы из тех представителей шоу-бизнеса, которые специально говорят о том, что они не комментируют? Я не, скажем, как тебе человек. Я человек, который, как и все, наверное, в шоу-бизнесе могут заложить тяжелое словечко, могут рассказать анекдот жесткий и так далее. Я считаю, что человек, который стоит в экране. Ну, в экране себе и на радио никогда-никогда себе такого подобного в принципе не мог позволить. А вот сейчас у нас через раз там… А, да? Еще одно слово! Не, ну если… Ну, если вы так говорите, то значит, вы хорошо разбираетесь в украинской полиции. Я немножко разбираюсь. Перед вашим приходом мы с Василием обсуждали… Я знаю, чего ты… Это же связь с политикой, понимаешь? Все, что я могу сказать, вы просто смотрите «Люмпель-шоу» наверняка, поэтому знайте весь лексикон нашего ведущего. СМЕХ Мы обсуждали с Василием… Ты сегодня говоришь, что похож на исландца? Господи, как… Когда же я уже… Когда же я уже хоть что-нибудь скажу в своей программе? СМЕХ АНДРЕЙ! Я просто стараюсь компенсировать полчаса пропущенного времени. Андрей! Андрей, я тебе дякую за цепи в годы. Все, Вась, спасибо. Ты свободен? Спасибо большое. Ты классный парень. Пусть он еще немножко посидит, у него еще целая рубрика. Да, хорошо. Он расскажет, что было в Верховном Совете. Даст вам еще один повод сказать… СМЕХ Вот так. Мы разговаривали о том, какие цены в Верховном Совете Украины. Ты имеешь в виду в буфете? В буфете, да. В буфете. В буфете самая уникальная цена. Самая уникальная цена. А вы знаете, что появились… Ребята, вы знаете, что появились в буфете Украинской Верховной Рады в этом сезоне, в этом сезоне, в нашем ресторане, тигровые креветки, салат из авокадо, я не шучу, тигровые креветки, салат с авокадо, господи, и бламанже. Я сейчас просто найду это слово, я не могу выговорить и запомнить. Нет, я просто хотел бы посмотреть на буфетчицу Верховной Рады, которая говорит «Вам скики бламанже? Сегодня пьять баре». Я ищу. А, творожный десерт бламанже, тигровые креветки с помидорами черри за 95 гривен 28 копеек, понимаете? И бутерброд с семгой за 21 гривну. Но, это упало все на 10%. Хочу вам сказать, что подорожали очень сильно с разы с капустой и с грибами. Стоили 17,13, стали стоить 17,53. Я подозреваю, что скоро даже на маршрутку будут пешком ходить. Вася, ну что, пришел твой час, рубрика «Золотой батон» и Василий Кручак. Линтершоу. Вас зажги! Андрей, вы были свидетелем того, что… Мусейчук записал свой дом на водителя. Буквально пару дней мы уже узнали, что Олеченко придбал квартиру и утверждает, что он на деньги на эту квартиру позичил, как будто на очень длительный период. Мы же прекрасно понимаем, что Бреша один и другой. Скажите, пожалуйста, на вашу думку, кто из них больше ганг... Каша Линтершоу. Почему? Я объясню. Все очень просто. Потому что с водием я не знаю, что там было в Мусейчук, но Линтершоу воспользовался слабостью женщины. Поскольку он воспользовался слабостью женщины, поэтому, естественно, он больше ганг... Я не могу понять, он Альфонс или Жигало. Но это, я думаю, когда уже окончательно все разберутся, журналисты, в первую очередь, мы тогда уже поймем, в какую категорию он относится, Альфонсов или Жигало. Перед тем, как главный трах тебе доктор расскажет нам про Альфонсов, и перед тем, Вася, как ты расскажешь, что это было вообще за вопрос, я хочу обратить внимание на то, что Борис Иванов, в принципе, уже разговаривает, как Игорь Валерьевич Коломойский, честно говоря. Собственно, вот одно лицо. Я смотрел реально сейчас на этого человека и понимал, что, ну, хочу вам сказать, что... У вас здесь одна проблема. Кошки нет. Мы могли бы так говорить. Вася, ты бежал? А я что сказал? Ты не слышал, что ты сказал только что? Я сказал просто слово. Ты не слышал этого? Вася, я сказал... Это настолько вошло в твой лексикон, Володя, что это нужно делать. Хорошо, ладно. Ты принес извинения? Я не буду. Да, извините, пожалуйста. Сейчас проблема состоит у всех наших телезрителей, они тоже думают, что же он сказал. Да я что, ну, я... Так, Вася, что это был за разговор? Поясню. Сколько тема горячая с квартиру Лещенко, а что буквально ты же тому назад все говорили про Диму Мусейчука... Я прошу прощения, это не Льва Лещенко провел? Не, не Льва Лещенко, я не в материале. Ну, я для себя бы хотелось браться. Не в материале? Ну, конечно, в материале. Ну, что не в материале? Вся страна уже знает про Дом Лещенко. Я просто две недели был в Бугаре, у меня... Я просто не могу... Я коротко. Я не могу этот вопрос задавать на вы, да, поэтому спрошу. Андрюха, скажи, братан, у тебя когда-нибудь была богатая диджейка? Богатая диджейка? Не просто богатая, это, конечно, купила тебе квартиру в центре Киева. Настолько богатая. Ну, я не знаю, я ориентации не менял, просто из самых богатых диджеек, я знаю, Пол Ван Дайк, диджей Тиеста, Армин Вамбюрен, не знаю, Дэвид Гетто, но они все мужчины... Ясно, история прошла мимо вас. Я коротко выдумываюсь. Да, Вася, дайте Вася сказать и уйти. Да, да, Вася. Коротко. Мусейчука под Киевом появляется будет, как винка же не мей, будет, как бога водия. Мусейчук, это демутат. Да, радикальной партии. Влященко з'является квартира, винка же грошу взял в своей девчине диджейки. Ну, то, то, вот. Ну, то, польскую. Вот. Это очень хорошая песня. Пошли-то не насосало, а подарили. Человек серьезный, зовут Василий. Вот. Я вырешил разобраться, потому что один берешь, что другой. Кто из них больше... Не надо говорить. Презерватив. Няу! Няу! Моего водителя, то водитель зарабатывал деньги от своего шефа. Понятно. Естественно. Если хоть диджейка, она хоть на какой-то концерт ездила. Теоретически хотя бы. Ну да, то есть... Не ему его давала. Ну вот. Деньги в семью. Вася, спасибо тебе большое за то, что побыл сегодня немного Андреем Джиджулой. Андрей, какой женщине сейчас может поехать Вася? Да. Да. Сейчас... И побыть Джиджулой еще немного. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скинь, хорошо. Скинь. Все. Хорошо, друзья. Вы там меняйтесь телефонами и фотографиями, а мы продолжим. Да. Господи, встретились два одиночества. Вася снова выбрал Лысого. АПЛОДИСМЕНТЫ Один самый сексуальный журналист, второй самый знатный трав тебе доктор. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 23.00, друзья, мы начинаем Lumpen Show на канале НЛО. Вчера вышел новый айфон. Мы решили начать сначала просто, да? Вчера вышел новый айфон, но он теперь без дырочки. Он два раза быстрее старого айфона и в два раза быстрее ломается. И седьмой айфон теперь как новая жена, шестой как бывшая. Все, теперь дырочки нет? Нет, нет дырочки нет. Айфон вообще. Кто первый добежит того айфона? Это прикольный прикол. Так бросаешь или нет? Чего ты? Докажи, что ты вот мужик с яйцами. Ну можешь бросить свой айфон? Докажи, вот просто сейчас как я облетнул его в сторону стенки. Нет, и брось. Я вообще думал, что доказывает, что ты мужик с яйцами просто бросает совсем не айфон. Даже вот так не можешь бросить. Андрей. Так жалко, да? Вы знаете, что в Северной Корее человека расстреляли из зенита? Правильно сделали. Что за человек? В Северной Корее Ким Чен Ын приказал расстрелять министра образования Северной Кореи за то, что тот заснул на совещании собственно с самим Ким Чен Ын. Большое совещание, Ким Чен Ын рулит, а министр образования, замминистра образования, извините, уснул. Все, коррупционер. За коррупцию расстреляли его. Из зенитного оружия. Слушай, реально, я теперь понимаю, что Гройсман поступил круто-мягко. Да. Послав там сегодня своего заместителя. А могла же быть из зенитного оружия? Я думаю, что с ним расстреляли еще одного человека. Их было двое. Это министр сельского хозяйства. Его казнили за отклонение от предложенного правительством проекта. Что было воспринято как прямой вызов собственно Ким Чен Ыну. Я вам хочу сказать, что этот Ким Чен Ын, который учился в Америке, очень веселый пацан. Он же в принципе известен. Он, кстати, в Швейцарии учился. Да. Он известен тем, что он постоянно кого-то расстреливает из разных всяких орудий. То он своего дядю из миномета расстрелял. Вот реально. Он расстрелял дядю из миномета. Потом он расстрелял вот этих вот ребят из зенитных орудий. Там еще что-то, еще что-то. Он, по-моему, в Ван Гри Бёрдс не наигрался. И поэтому... А ты бы поехал. Я упорно перехожу на ты после вопроса, была ли дорогая диджейка у тебя. Уже не могу просто на «вы». А ты бы поехал работать в Северную Корею шоуменом? Там же огромное количество одиноких женщин без мужской ласки, без тепла. Вот, ты знаешь, я думаю, у меня бы получилось. Трилять я люблю, кровь я не боюсь. Понятно. Андрей, конечно, нет. Я даже не представляю, как вот ходить... Ну, мы сейчас смеемся на самом деле, а то все, что ты говоришь, это истинная правда. Люди живут в полнейшем страхе. Им совсем недавно разрешили, 50 лет был занавес, увидеться на 15 минут. К этому они готовились полгода. Нельзя брать подарков, ничего. Они как живут в другой цивилизации. Знаешь, вот как приходят в Амазонию, когда племена местные, запрещено что-то брать с собой яркое, что-нибудь из того, что есть у современной цивилизации. Для того, чтобы там они с ума не сошли. Потому что они живут еще по принципу в соседнем селении, точно так же с копьями, с голой жопой бегают. Они очень... Ты как человек, который много попутешествовал, много поездил, много повидал, там не был. Скажи, у тебя не было желания, мысли, проекта социального какого-то благотворительного? Спрошу прямо, потому что у нас эфир-то потягивается к концу, а мне же нужно за что-то тебя зацепить. У тебя не было желания отойти от образа мачо-государственного масштаба, да, и заняться... Причем я же уверен, что ты занимаешься чем-то другим. Ты реально просто приходишь, меня вот каждый раз этим троллишься, я тебе подыгрываю, ты хочешь, чтобы я таким был у тебя в передаче. Ну, собственно, так не надо. Серьезно? Да, ты же так. То есть это я попросил тебя надеть этот пиджак сегодня? Ты сам его надел. А что, тебе не нравится этот пиджак, я не могу понять. Я что, похож на грязного мексиканского сутенера, погрязчивого в торговле наркотика или как это? Педро. Хотел бы сказать, что погрязчивый... Торговля хорошими наркотиками. Гонсалес. Так, есть какие-то проекты, которые возможны, проекты самого себя? Слушай, я принимаю, если ты говоришь о социальных проектах, я неимоверное количество раз, я лучше в Украине по благотворительным аукционам. Можешь задать этот вопрос любой группе лпишников, там, общественных организаций, всевозможных фондов и так далее. Я людям воздух продаю даже так, потому что я понимаю, у меня мотивация самая крутая. Я зарабатываю деньги для какого-нибудь ребенка в детском доме, а в основном я работал до этого с раковыми больными, с физичными вадами и так далее. И это не простая штука. У нас вообще, в принципе, культура благотворительности ее нет. Это или должна быть крутая вечеринка, где люди зарисуются перед, назовем вещи с временами, от телочки. Смотрите, сколько я трачу, какой добрый дядя купил картину для кого-то. Или в простой обычной жизни у людей просто нет этих денег физически. Либо они сидят и улыбаются, думают, они за вход заплатили, за билет есть, а там чем-нибудь помочь еще. Я знаешь, что делаю? Когда они какой-то лот купить не могут. Я беру какой-то пакет, начинаю обходить просто вплотную. Подхожу к тебе, смотрю, глазами Шрека, катаешь Шрека и обойти невозможно. Я забираю даже последних 20 гривен, если надо будет. От колоссальных каких-то сон. Я знаю, с кем я пойду зарабатывать. Да, я достаточно, я где-то 12 лет в этом всем занимаюсь. Направление. Сейчас добавилось еще АТО. У тебя есть отношение к этой всей истории с Интером? Скажи. С Интером, который подожгли, ворвались люди на телеканал Интер. Не надо мне это вешать, у меня алиби есть. Бросили дымовую шашку, якобы загорелось все, то ли дымовую шашку, то ли зажигать. Чувак, я две недели холостой мужчина. Ты можешь себе представить, чем я занимаюсь сейчас? Мне до Интера, ну, скажи, мне не до Интера. Ну, раз тебе так интересна эта тема, давайте посмотрим, что же произошло на канале Интер. Что я упустил. Две недели он понимает. Да я тебе потом покажу, что ты упустил. Как в мальчишнике в Вегасе. Наслышу это с ним. Бросилик. 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 Т не с ним. Да. Вегас. Субтитры. Бросилик. Жилейк. Удивитель. Бросилик. Бросилик. Субтитрык. И даже в выходной в субботу ехал мимо горящего здания, объезжал его, потому что все было перекрыто. Слушай, мы вот вам эту тему обсуждали с друзьями, журналистами, коллегами говорили на эту тему. И вот единственный у нас вопрос, знаешь, всегда жалко людей. Ну какая разница, если ты профессионал, ну ты работаешь на этом канале или так далее. Ты же в принципе идешь туда для того, чтобы повышать свой профессионализм и так далее. Зарабатывать деньги, кормить семью ни больше ни меньше. Почему хозяева между собой, там кто-нибудь не подбегает с бутылкой и фиртоша поджег, второй подбегает Коломойского, друг друга не поджигают. Какой-то эффект тогда можно достичь. То есть все-таки ты обсуждаешь с друзьями эти темы? Нет, ну просто говорим, вот это еще можно как-то расценивать и так далее. А что, просто же люди работают на этом интере, а вдруг кого-то бы сожгли, бабушку, какую-нибудь уборщицу, которая на смене дежурила, ночевала в подсобке и не успела выбежать. Тебе уже заказали? Давай от политики отойдем. Тебе уже кто-то из девочек заказал седьмой айфон, скажи. Седьмой айфон? Да. Ну сказал тебе уже, Андрей, привези свои. Пожалуйста, седьмой айфон. Познакомишь с теми девочками, которые заказывают мальчикам седьмой айфона? Я вообще, у меня нет знакомых девочек. Ну вот так сложилось, много работы, дела, кошка, собака. Это все поэтому? Семья, дети, оформлены. Значит, вот в голубовых оттенках все вокруг, это поэтому оформлены? Да. Цвет ты подбирал? Да. Я даже не вижу смысла отбиваться как-то от твоих легких издевательств. Я давно заметил, что люди, которые приходят на любимый шоу и имеют отношение к телевидению, либо к шоу, майнству, либо еще к чему, они специально сюда приходят, чтобы показать мне свое превосходство. Вот смотри, я приду сейчас на твое шоу и покажу какой-то никакой ведущий. А я же-то не кто-нибудь, я сам Андрей Джиджула. Посмотри, ну все, я встал на коленке. Я согласна. Ты вилегши-то. Выходи за меня. Вот так вот должен сказать. Как обстоят сейчас обстоятельства вообще с работой у шоуменов? Работа есть, но есть такой маленький хитрый необычий. Сейчас вот это шоуменство, я в основном в кино, театр. У меня запуск двух премьер, более до премьерной показывают. Сейчас вот 4 октября у нас будет премьера спектакля, кстати, в котором я переодеваюсь в женщину. Как в фильме «Джазе только девушки». Вот такой сюжет немножко. Два актера узнали о наследстве. Наследствие какой-то некогда ушедшей бабушки. Точнее, она собирается умереть. Ищет, разыскивает своих племянников, которых видела совсем юным-юным образом. Это трудно представить тебя актером, честно тебе скажу. Потому что в моем детском сознании я же рос на тебе. Слушай, у меня 15-й фильм, вот сейчас 15-я роль в кино. И как минимум в трех писателях я в главных ролях задействовал. Я рос на тебе. Я рос на твоих путешествиях. Я был еще маленьким мальчиком, я смотрел. Знаешь, когда рос на мне звучит как-то вот, как будто мы с тобой встречались какое-то время. По сути, да, мы встречались у экранов телевизоров. Ты только что буквально плюнул в меня и сказал, вот ты куртизанка, которая воспитала во мне мужчину. Нет, нет, что-то наоборот. Я рос на твоих программах, я рос на твоих рассказах о путешествиях, на твоих фотографиях, честно. Кстати, Скрябин покойный мой кореш, он всегда рассказывал, Дрюха, я завжды в субботу включал подводить акт. Вот, всегда это смотрел. И вот ты у меня ассоциируешься с пляжем, океаном и загорелым мужиком с красивой бабой, который стоит на фоне этой всей красоты. Ты собираешься заниматься чем-нибудь вот таким вот путешественническим? Слушай, я думал об этом. Я даже говорил о программе Орел Решка. Какой-то промежуток времени назад, они искали мальчика ведущего. Для кругосветки, да. Коля Серга им надоело. Я не думаю, что Коля Серга им надоело. И мне такое ощущение, что 5 месяцев просто выйти и уйти, и приехать домой через 5 месяцев. Я не был готов так. А ты серьезно думаешь, что они уходят на 5 месяцев? Конкретно, я в условиях было. Они уходят, 3 дня снимают в одной локации и переезжают дальше, 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 без возврата дома. У них такая была сложная ситуация, я себе представил, но вряд ли они заплатят больше, чем у меня за корпоратив за 1 месяц. Я тебе скажу потом, я потом скажу тебе, какой гонорар я поработал. А? Я поработал, я расскажу тебе, какой гонорар. И какой, кстати? А ты не так? Я поработал ради своего фана, мне все очень понравилось. Я поснимался, вышел на российском телевидении и, собственно, вот по приколу. Окей, хорошо. Не, они очень популярны, очень классны. Очень, вообще даже не обсуждаются. Немоверные, да, это очень здорово. Но я был первым. Давай про последнюю роль в кино. Про крайнюю роль в кино. Извините. Как бы сказали парашютисты, летчики. А что тут в горле? Сплюнь и постучи об стол. Тьфу. Чего, тьфу. Три раза. А, тьфу-тьфу. Я вообще не шарю во всех каких ваших суевериях. Так что за роль? Сейчас у меня роль, кстати, это сериал. Сериал «Нити судьбы» называется. У меня, кстати, несколько российских актеров. Я так понимаю, это и на Украину, и на Россию этот пойдет сериал. И у меня такая роль некого гениального пиар-директора, что ли. Его переманивает одна, а компания вторая. Он настолько вот себя может вальяжно ввести. Он может складывать кубик-рубик на совете директоров, когда этот весь планктон, он не просто офисный планктон, а хозяева фирмы. Акции падают, он может за секунду что-то придумает. Там немоверно говорит, так, мне 50 хомячков, лыжные палки. Плюс одна минута сверх эфира пошла. Да, да. Вот какие-то вещи он просит, ему приносят, не понимают зачем. А потом он делает какие-то флешмобы, какие-то неимоверные вещи. И ведет себя очень фривольно. Мне нравится эта роль. Мне очень жаль, что у нас с тобой не получилось проговорить целый час. Я думаю, что мы нашли, о чем бы поговорить. Как минимум я бы узнал, как можно ознакомиться с женщинами. Потому что я до сих пор этого не научился. Спасибо тебе большое, что ты все-таки к нам доехал. Ленкеншоу на канале НЛО. На сегодня все. До встречи через неделю, ребята, увидимся. До свидания. Все хорошо.